В очередной шестой части нашего урока по созданию шутера с использованием Raycast, который основан на официальном туториале Unity, мы немножечко отойдем в сторону и рассмотрим вопрос отладки Raycast. Мы визуализируем наш невидимый луч в окне сцены, то есть именно сцены, а не в окне game. Эту визуализацию игрок не будет видеть, но мы сможем отслеживать, как у нас отбрасывается луч, в каком направлении, как все это дело работает. Это делать необязательно, в принципе эту часть можно пропустить, если очень хочется идти дальше, но по крайней мере увидеть, как это реализовано внутри, скажем, движка Unity, я думаю, будет интересно. И видимо этим же руководствовались и разработчики официального туториала. Итак, нам необходимо написать еще один скрипт, в котором мы будем, собственно, видеть, что происходит в окне сцены. Давайте его создадим. Итак, в папке скриптов создаем скрипт C-Sharp и назовем его Rayviewer. Этот скрипт точно так же, как скрипт Raycast Shooter мы должны прикрепить к объекту GAN. Давайте так и сделаем. И теперь на этом объекте у нас два скрипта Raycast Shooter и Rayviewer. В каком-то смысле оба эти скрипта похожи, потому что они, в общем, выполняют похожие действия. Мы будем отрисовывать тоже некую линию, но уже не в окне GAN, повторюсь, а в окне сцены. Поэтому некоторые части скрипта Raycast Shooter мы позаимствуем и продублируем в скрипте Rayviewer. Открываем скрипт на редактирование и приступим к написанию кода. И в этом скрипте давайте по традиции удалим ненужные нам комментарии. Мы объявим две необходимые нам переменные. Это паблик переменная, аналогичная, да и собственно одноименная переменной Япон Рэндж. Можно, в принципе, скопировать. И также нам понадобится ссылка на компонент камеры Private Camera FPS Cam. Мы будем отрисовывать луч из камеры и как раз таки нам понадобится это переменная. В методе старт мы получим ссылку на компонент камера. Тоже можно не писать, а скопировать вот эту часть кода Ctrl-C, Ctrl-V. Мы точно так же, поскольку у нас скрипт на том же самом объекте, из родительского объекта мы должны получить ссылку на компонент камера. И теперь в методе Update каждый кадр игрового цикла мы будем отрисовывать луч из центра viewport камеры в том направлении, в котором эта камера повернута, то есть в направлении forward. Соответственно, точно так же, как мы в уже созданном скрипте Raycast Shooter определяли начальные координаты вектора, мы возьмем его как раз таки и продублируем тоже. Напомню, здесь мы в перемену Ray Origin помещаем координаты той точки в игровом мире, которая соответствует центру viewport камеры. И теперь из этой точки мы должны нарисовать линию, ведущую в направлении взгляда камеры, скажем так. И мы, еще раз повторю, не будем это делать в окне game, а будем использовать отладочные средства, а именно метод, который в окне сцены будет в режиме отладки отрисовывать линию. Этот метод находится у нас в классе debug. Мы отлаживаем и называется он draw ray. Будем рисовать луч. У этого метода у нас ряд параметров. Первый параметр это точка, из которой луч исходит. Это наш Ray Origin. И это у нас начало луча. Второй параметр это вторая точка, как бы конец нашего луча. И эта точка у нас определяется направлением вперед камеры. То есть мы берем fpscam.transform.forward. Точно так же, как мы это делали в предыдущем методе. И поскольку здесь у нас единичный вектор, мы еще умножаем это на длину. И третьим параметром мы должны задать цвет отрисовываемого луча. Каким цветом мы будем рисовать эту линию. Будем рисовать зеленым цветом, поэтому пишем color green. Ну что, давайте попробуем проверить, протестировать. Сделаем так, чтобы у нас и окно game и окно сцены были рядом, точнее были видны. Я сделаю вот таким вот образом. Здесь у меня окно game, здесь окно сцены. И в окне сцены мы должны увидеть вот этот зеленый луч, исходящий из камеры. Поэтому я сейчас вот так вот отодвину, чтобы видеть вот эту вот точку начала нашего луча. И так вот мы даже можем не стрелять. Мы уже видим, вот у нас зеленый луч отрисовывается. Заданные длины. То есть мы видим, какой длины наш луч максимальный. И допустим, для отладки мы можем увидеть, что вот на определенном расстоянии мы не можем попасть в цель. То есть если у нас weapon range маловат, мы можем это откорректировать в процессе отладки. Ну если я сейчас выстрелю, то мы увидим и в окне сцены, и в окне game еще и наш луч лазера, который отрисовывается с помощью line renderer. И этот луч отрисовывается из точки конца gun end, то есть конец пистолета. Давайте попробуем. И в определенной точке оба этих луча сходятся в одну, поскольку в принципе мы прицеливаемся, стреляем в наши объекты. Итак, мы сделали почти все. Мы даже сделали отладку. Давайте сохраним сцену. У меня сцена не сохранена, поскольку я создала новый скрипт и добавила его на объект. Сохраняю. И нам осталось реализовать физическое воздействие на наши поражаемые объекты. Вот на эти два кубика, в которые мы будем выстреливать и их поражать. То есть это будут наши цели, в которые мы должны стрелять и наносить им урон. Это мы сделаем в следующей части нашего урока. Желаю всем успехов и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова